Добрый день, меня зовут Алексей Зубец, я руководитель департамента социологии и финансового университета. И сегодня я хотел бы рассказать вам о нашем последнем исследовании, посвященном развитию рынков инвестирования средств населения в городах России. Речь идет о том, что мы пытались построить рейтинг развития рынков, занимающихся вложением накоплений, которыми располагает население в городах России. На самом деле, к задаче анализа этих рынков можно подходить с разных подходов, с разных сторон. И первый из них, самый простой подход, который напрашивается, это просто провести социологическое исследование, взять количество инвестиционных инструментов, которые используются населением. Сложить их и посмотреть, где, в каких городах нашей страны население использует большее количество инвестиционных инструментов, таких как депозиты в валюте, рублевые депозиты, пифы, акции, другие ценные бумаги, инвестиции в недвижимость, инвестиции в золото, антиквариат, собственный бизнес, наличность, рублевую валютную и так далее. При этом мы понимаем, что рынок инвестирования средств в население шире, чем просто финансовый рынок. Мы рассматриваем и вложения в недвижимость, которым занимаются компании, риэлторские компании, предоставляющие услуги по обороту недвижимости населения. А золото, антиквариат, который оборачивается через свои сети, ювелирные магазины, антикварные магазины и так далее. То есть, в нашем понимании, рынок инвестиционных инструментов шире, чем просто финансовый рынок. Так вот, если мы сложим общее количество инвестиционных инструментов, которые используются населением, то мы получим цифру порядка 0,6-0,7. То есть, средняя российская семья использует 0,6 финансовых инструментов, то есть 60 инструментов на 100 семей. Это связано с тем, что достаточно большое количество людей не откладывает денег и не формирует накоплений. Поэтому, если мы размажем общее количество на весь состав населения, вот мы получаем такую цифру. Для того, чтобы получить эти результаты, было проведено достаточно масштабное социологическое исследование, которое проводилось там не один год. В ходе этого исследования мы опрашивали жителей городов с населением больше 500 тысяч человек, взрослых, естественно. Спрашивали, какие финансовые инструменты они используют для инвестирования собственных накоплений и не финансовые инструменты. В результате мы подвели итог и получили следующие результаты. На сегодняшний день наибольшее количество инвестиционных инструментов используется в среднем жителями Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Перми и Краснодара. Наихудшие показатели демонстрируют следующие города с населением больше полумиллиона человек. Это Пенза, Оренбург, Тольятти, Липецк, Астрахань и Уфа. Но данный подход может вызвать вопросы, потому что понятно, что инвестиционные инструменты неоднозначны, не равны по своей сути и по своему значению. Потому что есть ПИФы, есть акции, это сложные инструменты, которые требуют большой профессиональной подготовки, которые требуют знаний. Для поддержания этих рынков нужны специалисты, квалифицированные специалисты, которые умеют продавать и объяснять эти продукты населению. И есть там, условно говоря, долларовая наличность, которую люди хранят под подушкой. Но это гораздо более простой, понятный население инструмент. Поэтому для решения задачи более комплексного анализа рынков, инвестирования средств населения, мы пошли по пути анализа пользования инструментами с учетом весов, которые присваиваются отдельным инструментам инвестирования средств населения. Наибольшие веса были присвоены ценным бумагам, ПИФам и накопительному страхованию, как наиболее сложным инструментам. Наибольшие веса – рублевым депозитам, наличности, которые люди хранят под подушкой. Средние веса – прочим финансовым инструментам, которые не требуют особых знаний и не требуют каких-то особых усилий со стороны компаний, продвигающих эти инструменты, предлагающих эти инструменты, для того, чтобы поддерживать инфраструктуру, обеспечивающую продажу и оборот. Дальше проведена процедура оценки пользования этими инструментами и получены следующие показатели. Там бальная оценка в зависимости от веса. И мы получили, что даже с учетом вот такого более сложного комплексного подхода, количество баллов, максимальное количество баллов приходится на тот же самый Владивосток, который лидирует и по простому пользованию финансовыми инструментами среди населения. Дальше за ним идут Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Краснодар. То есть те же самые города, которые лидируют и по валовому проникновению среди населения. Количество баллов, которые набрали аутсайдеры, минимальное – это Уфа, Пенза, Липецк, Астрахань, Ярославль, Волгоград. Многие из этих городов являются аутсайдерами и по проникновению финансовых инструментов на рынке инвестирования средств населения, включая накопительное страхование. Таким образом, мы видим, что вот оба эти подхода, которые мы реализовали, они достаточно устойчивы. Они показывают, в какой степени люди склонны пользоваться теми или иными инвестиционными инструментами в своей жизни. При этом надо понимать, что вот не все обстоятельства, связанные с пользованием, сводятся к уровню дохода. Понятно, что доход – это очень важный показатель, который определяет наличие инвестиционных ресурсов и пользование ими. То есть, если у вас деньги, вы так или иначе будете вовлечены в инвестиционные операции просто потому, что вам надо куда-то инвестировать те деньги, которые вы зарабатываете, которые у вас есть. С другой стороны, важным фактором, который влияет на пользование финансовыми инструментами инвестиционными, является образование, которое серьезным образом меняет мировоззрение человека и которое дает возможность человеку видеть новые возможности, которые необразованному человеку менее видны. Еще один важный фактор – это профессиональный статус, потому что люди, которые занимают высокие статусные позиции на производстве, имеют больше возможностей для инвестирования средств. И есть еще ряд других менее значимых факторов, например, сфера производственной деятельности, потому что человек, который, условно говоря, является антикваром и работает там или нумизматом, понятно, что для него инвестирование в нумизматику и антиквариат является приоритетами по отношению к прочим инвестиционным инструментам. Для человека, который работает в банке, приоритетом является все-таки финансовые классические инструменты, включая акции, депозиты, валюту и так далее. Тем не менее, вот этот показатель достаточно ясно показывает направление, по которым необходимо предпринимать усилия для того, чтобы развивать рынок предложения инвестиционных инструментов для населения. Есть целый ряд городов, в которых население обладает достаточно высоким уровнем дохода, но которые не слишком активно пользуются инвестиционными инструментами. Значит, необходимо, чтобы местные власти стимулировали развитие инвестиционного рынка, создавали какие-то дополнительные возможности для населения, для того, чтобы люди вкладывали свои деньги в какие-то качественные, надежные и доходные инвестиционные инструменты. Поэтому мы считаем, что здесь есть, наш рейтинг показывает территории, на которых такое положение сложилось, и в определенной мере это указание для местных властей, для того, чтобы понимать, как развивается этот рынок, инвестиционный рынок. И теперь несколько слов о том, как на сегодняшний день выглядят отношения населения к финансовым рынкам, инвестиционному рынку, как вообще население распоряжается своими доходами, которыми оно располагает. Прежде всего, очень важно, что по последним данным, которые мы получили, население все-таки верит в надежность финансовой системы, в отличие от 2010-2011 годов, когда по следам предыдущей волны экономического кризиса доверие к финансовой системе российской заметно упало. Сегодня мы видим, что практически нет снижения уровня доверия россиян к надежности нашей национальной финансовой системы. Это связано с тем, что она достаточно хорошо управляется, и каких-то банкротств, значимых банкротств, которые привели бы к большим потерям денег у населения, сегодня нет. При этом мы видим, что, к сожалению, число людей, которые тратят все средства, которые они получают, в последние два года этот показатель вырос. Соответственно, снижается доля тех, кто откладывает деньги от случая и старается регулярно откладывать некую сумму. На сегодняшний день примерно половина российских семей тратит все, что они получают на свои потребительские расходы и не формируют накоплений. К сожалению, отрицательная тенденция, тем более вызывает, ну, скажем так, обеспокоенность, рост числа семей, которые тратят все эти деньги, которые они зарабатывают. Как я уже сказал, доверие к национальной финансовой системе осталось на высоком уровне, и мы не увидели падение инвестиций в рублевые финансовые инструменты, то есть рубль остается по-прежнему основной валютой накопления для россиян. И позиция его совершенно непоколебимая, без малого там 95% населения, 94% вот склонны инвестировать в рублевые финансовые инструменты, несмотря на колебания доллара и евро за последнее время, тем не менее, выбор наших соотечественников очевиден, это выбор в пользу национальной валюты. С другой стороны, снижается срок, на который люди готовы инвестировать те деньги, которыми они располагают. Тут проявляется такой достаточно любопытный феномен психологии потребителя. Она состоит в том, что люди прогнозируют будущее, исходя из своего прошлого. И люди прикидывают уровень стабильности финансовой системы ровно в той степени, сколько лет спокойной финансовой системы, работы финансовой системы, есть у них за спинами. То есть, если у нас кризис был там год-два года назад, люди не верят в долгосрочную надежность финансовой системы. И в связи с этим срок инвестирования средств, который допустим для населения, он снижается. На сегодняшний день это полтора года. Тогда как до кризиса люди были готовы инвестировать свои средства на три года. И в общем, это не очень приятная такая тенденция, снижение срок инвестирования. Потому что люди перекладываются в короткие инструменты. Количество длинных денег, которыми располагает российская финансовая система, сокращается. Если говорить о целях накопления, то здесь каких-то серьезных изменений за последнее время не произошло. Прежде всего, люди вкладывают деньги, копят деньги на случай непредвиденных обстоятельств. Вторая цель, ну то есть это такая страховая функция накоплений. Дальше идет поддержка детей, покупка квартиры, путешествия, отдых на старость, к пенсии и так далее. То есть вот при этом надо понимать, что вот страховая функция, она только растет. То есть люди обеспокоены рисками, которые окружают их и хотят подстраховаться от тех опасностей, которые они видят на своем пути при помощи формирования накоплений. И на сегодняшний день вот эта страховая функция является основной. Также растет значимость функции поддержки детей. И если в прошлом году 13% респондентов говорили о том, что они копят для поддержки детей, то сегодня это 19%. Если говорить о тех видах сбережения, которые на сегодняшний день используются россиянами, то без вариантов, без конкуренции лидером является вклад рублевый депозит в банки. За ним идут денежные накопления в наличности, это либо рублевая, либо валютная наличность, которую люди хранят в банке или под подушкой. И вложение в недвижимость. Вот три основных вида инвестирования, которые на сегодняшний день наиболее популярны. Причем надо говорить о том, что вложение в недвижимость, их ценность использования населением, они значительно выросли за последние три года. Более чем в два раза выросло число людей, которые используют вложение в недвижимость как способ хранения собственных средств. И что, в общем, понятно, потому что недвижимость гораздо менее подвержена инфляции, чем вложение в рублевую наличность или в виде рублевого вклада в банки. Если говорить о тех финансовых инструментах, которыми люди готовы пользоваться, в дополнение к тем финансовым инструментам, которые у них уже есть, то здесь, опять же, банковский вклад в рублях вне конкуренции, та же самая наличность рублевая и валютная и вложение в недвижимость. И существенным инструментом является вложение в собственный бизнес для тех людей, которые имеют какое-то собственное предприятие, которые самозанятые, либо владельцы малого бизнеса. Для них понятно вложение в то предприятие, которое они контролируют, которое им полностью понятно, где выше рентабельность вложений. Соответственно, для них вложение в собственный бизнес является приоритетным инструментом. Последнее время мы зафиксировали существенное падение числа тех семей, которые готовы брать кредит Особенно это существенным оказалось падение в 2015 году По сравнению с 2014, практически в два раза упало число людей, которые готовы брать кредит Что понятно? Во-первых, банки менее охотно выдают деньги населению А с другой стороны, как возвращать в условиях неопределенности, будет ли у людей работа? Многие люди пострадали из-за валютных кредитов, особенно ипотечных кредитов Поэтому готовность людей брать кредиты и готовность банков давать средства населению за последнее время резко упала При этом среди целей потенциального кредитования произошла смена лидеров за последние годы Если раньше брали деньги на приобретение автомобиля, в основном это была такая приоритетная цель То сейчас цель номер один – это приобретение недвижимости То есть автомобильный бум в нашей стране, можно сказать, закончен Автопарк растет сейчас гораздо медленнее, чем он рос в последние годы По разным причинам, в том числе и потому, что автомобилизация в нашей стране достигла достаточно высокого уровня Сегодня без малого две трети семей имеют автомобиль Новый, старый, неважно Они обеспечены автомобилем И следующий потребительский бум, который мы увидим Это бум, связанный с квартирами, с недвижимостью и с оборудованием недвижимости Товаров, которые используются для этих целей Что мы видим на этом графике, на этом рисунке На сегодняшний день приобретение недвижимости является главной целью Которую ставят перед собой те люди, которые берут кредит Таким образом, на сегодняшний день можно говорить о том Что в нашей стране существует достаточно серьезные возможности для развития рынка инвестирования средств населения Есть целые регионы, где эта инфраструктура не развита Есть более развитые и менее развитые регионы Тем не менее, очевидно, что количество используемых населением инвестиционных инструментов Вот линейка этих продуктов, она достаточно короткая Там 0,7 продукта на семью И общее количество этих продуктов, наиболее популярных, там не превышает 4 Это говорит о том, что в нашей стране есть огромные возможности для предложения населению новых инвестиционных продуктов И в большой степени развитие вот этой инфраструктуры зависит от усилий Которые должны предприниматься на региональном уровне Для стимулирования выхода финансовых компаний на этот рынок Которые бы могли предложить населению новые продукты Рассчитанные на вложение, накопление населения Чтобы население смогло заработать на этих вложениях И получить гарантированный возврат этих вложений, когда они захотят что-то купить То есть надежные и прибыльные вложения Это то, что сейчас требуется население И наш анализ показывает, что на сегодняшний день существуют огромные поля Не занятые финансовыми компаниями И на эти поля можно выходить и предлагать населению новые инвестиционные продукты Спасибо 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 Спасибо